Если плохое настроение, мажь пятки йодом, говорила мне в детстве бабушка. Но до сих пор я не могла понять, какая же связь между йодом и хорошим настроением. А связь самая прямая. При небольшом недостатке йода в организме человек чувствует усталость, раздражительность, лень и практически всё время пребывает в плохом настроении. Йод официально был открыт в 1811 году. Любимый кот французского химико-технолога Бернара Куртуа во время обеда сидел на плече у хозяина. Чего-то испугавшись, он прыгнул и разбил колбы, в которых содержались ионид натрия и концентрированная серная кислота. Клубы сине-фиолетового пара с едким запахом оседали на окружающих предметах в виде мельчайших черно-фиолетовых кристалликов. Мы думаем, что йод вот он такой, коричневый и жидкий. На самом деле йод это кристаллы тёмно-серого цвета с металлическим блеском, то есть он твёрдый. И если мы нагреем йод, то мы будем наблюдать довольно необычное явление, то есть он не станет плавиться и превращаться в жидкость, а перейдёт в фиолетовые пары. Китайские целители в третьем тысячелетии до нашей эры умели выделять йод из морских губок и водорослей для заживления ран. Да и жители не только современной Азии, но и Европы обращаются к йоду. При подозрении на заболевание рисуют сеточки. В основном наносят йодовые сеточки на различные послеинъекционные инфильтраты и тем самым они рассасываются. Ну это как бы цель, в первую очередь это раздражение, улучшение микроциркуляции в месте вот как бы нанесения. Йод нам нужен для хорошей работы щитовидной железы, а она в свою очередь является дирижёром, который управляет всем организмом, как оркестром. Больше всего йод необходим детям для отличной работы процессов в головном мозге, а также будущим мамочкам, чтобы плод развивался правильно. Но у этого элемента таблицы Менделеева есть и тёмная сторона. При передозировках йода возникают серьёзные ситуации, и в первую очередь с щитовидной железой, это повышается её функция. Кроме этого могут возникать аллергические реакции, вплоть до анафилактического шока. И многие пациенты, занимаясь самолечением, поступают к нам к эндокринологам с патологией щитовидной железы. Йод широко используют не только в медицине, но также и в самых разных сферах нашей жизни. В последнее время увеличилась потребность в йоде в связи с тем, что он используется при производстве жидкокристаллических дисплеев. Нужен он и в металлургии, особенно при получении особо чистых веществ, потому что он используется для очистки. Да, собственно говоря, кроме настойки в любой квартире есть ещё устройства, в которых йод применяется. Это лампы накаливания, их добавляет, йод добавляет лампы накаливания для того, чтобы увеличить срок жизни в альфрамовой спирали. А теперь предлагаем вам посмотреть, как можно использовать йод в различных условиях. Сейчас мы будем с помощью йода проверять золото на подлинность. Мы наносим капельку йода на золотое украшение. А теперь смотрим. Если пятнышко потемнело, значит ювелирное украшение настоящее. Для того, чтобы убедиться в точности показаний, проверяем золото на реактивах. Для этого мы берём изделие «Натирный камень» и проводим этим изделием три раза. Затем мы берём реактив «14-каратность», который проверяет золото из 585-й пробы. Проводим полосочку. И другой реактив берём. Также проводим полосочку. Затем промакиваем салфеточкой. И видим результат, что это изделие из золота. Йод показал правильный результат. Ну а напоследок мы решили всей редакции НЭП проверить, у кого самое высокое содержание йода в организме. А делается это следующим образом. Берёте ватную палочку, раствор йода и рисуете в любом месте на теле всё, что вам придёт в голову. Ждём пару часов, и вот результат. Оказывается, НЭП-маны в дефиците йода не замечены. А если вы чувствуете недостаток йода, то перед началом применения йодосодержащих препаратов лучше проконсультируйтесь со специалистом. И не забывайте, йод всему голова. И нами это проведировано. Субтитры делал DimaTorzok